Борьба за сферу влияния между Западом и Россией разворачивается и в виртуальном пространстве. Если еще год назад в тотальной слежке за европейскими чиновниками, в том числе за канцлером Германии, обвиняли американцев, то сегодня такие же обвинения звучат в адрес спецслужб России и Китая. Как защититься от кибератак и кто следующий, выяснял Константин Гальденцвайк. Американская разведка, может, и дышала в трубку Меркель, но доказательств для суда немецкие прокуроры, как признали на днях, не нашли. Чиновники извиняются, дело закрыто, оппозиция возмущается, оно замято. И потому Ханс Георг Маасен, глава крупнейшей немецкой спецслужбы, отвечающий за контрразведку, на конференции по кибербезопасности готовится к извечным обвинениям в обслуживании интересов США. Но тут внезапные новости. Бундестаг уже несколько дней под беспрецедентной кибератакой хакеров нет не из Америки, а из Восточной Европы. По некоторым данным России, куда, вероятно, и утекли закрытые данные, как минимум 15 депутатов. Мы должны срочно выяснить, как и кто именно организовал эту кибератаку, и впредь тщательно следить за тем, как Бундестаг хранит свои данные. Но сил не хватает. Пока в Бундестаге без лишнего шума меняют все 20 тысяч компьютеров, главный немецкий контрразведчик на редкость громко твердит о новой российско-китайской угрозе. Гораздо более опасной, как считают в Берлине, чем слежка со стороны США. Мы все чаще видим, как в киберреальности спецслужбы некоторых государств занимаются не просто шпионажем, но и саботажем, распространением дезинформации, взять так называемых интернет-троллей. Сидя в России, они пытаются здесь формировать общественное мнение. Холодная война вернулась и шпионят все. На этой конференции главные гости и бенефицары. Десятки фирм, переживающих бум. Они заверяют, что обезопасит ваш бизнес и личную жизнь в интернете. Но от наивности немцев, оглушенных признаниями Сноудена, сейчас как заставим Америку не следить друг за другом. Больше нет и следа. Как выясняется, уже при помощи германской БНД, Вашингтон в Старом Свете занимался промышленным шпионажем. За Сименсом, за Европейским авиакосмическим агентством. И каждый в этом зале думает, кто следующий. А что, вы знаете какую-то державу, которая бы не вела промышленного шпионажа? Другое дело, что государство, за которым следят, должно приводить свою безопасность в соответствии с реальными угрозами. А с этим у немцев проблемы. Бюджет разведки Германии на порядок скромнее, чем у китайских конкурентов. И в 20 раз ниже американского АНБ. В стране, где так болезненно воспринимают вторжение в интернет-жизнь, уполномоченные государством по защите частных данных не скрывают. Ресурсов у этого государства сегодня хватает, чтобы проверять сетевых злоумышленников один раз в 300 лет. Сейчас максимальный штраф, который мы можем выписать в Германии за незаконное использование частных данных, это 300 тысяч евро. Мы даже не пытались привлекать к ответственности международные интернет-гиганты. Для них такие суммы смехотворны. В Европе ваши частные данные — это неприкосновенные вещи, связанные с вашей личностью. А в восприятии американцев это наоборот. Еще один экономический инструмент, с которым стоит работать. Чтоб не пропасть поодиночке, в Брюсселе накануне под давлением Берлина и IT-лобби вопреки запустили революционную реформу в области защиты частных данных. Штрафы для транснациональных интернет-гигантов, поселившихся и у вас в телефоне, Гугла, Амазон, Фейсбука, отныне взлетят до ощутимых для них 5% от годового оборота фирм в Европе. Из какой части света ваши личные данные, поисковые запросы, интересы воруют в криминальных или просто в коммерческих целях, отныне юридически тоже значения не имеет. В Евросоюзе теперь обещают повсюду защищать своих. Пакет жестких реформ планируют согласовать в течение года. Защитой от государственных происков все сложнее. Тут закон не напишешь и придется решать, с кем дружить и против кого. Константин Глинсвайк, Кирилл Бутырин. Специально для RTVI из Берлина.